Я не успел вас представить, но, в принципе, все в описании было. Мы в свое время видео делали про известный допинг. Я думаю, наши подписчики, которые наблюдают в теме, в истории. У нас сегодня история не об этом. Мы сегодня поговорим, наверное, о питании, о наборе массе, о потере жира, как быть спортсменом и фитнесером. Вопросов вам накатал. Соответственно, пойдем от них. А я думаю, вы просто когда будете о чем-то говорить, мы будем уже какие-то подходят к другим темам. И у нас еще потом телезрители. Тоже вы пишите, если какие-то вопросы интересны. Потом до них тоже обязательно дойдем. И вопрос самый интересный. Какой процент жира оптимальный и опасен для мужчин и женщин и фитнеса и спорта? Вопрос достаточно сложный. Сложный он объемный, так то он не сложный. И вообще у меня в ближайшие дни я уже давно думаю написать статью на эту тему. И, скорее всего, вот на этой неделе сяду за написание этой статьи. Она давно напрашивается. Почему? Потому что начну с первобытного общинного устроя. Ты помнишь, Всемирная организация здравоохранения явила нам табличку. В этой табличке, мы говорим сейчас о проценте жира, в этой табличке есть несколько категорий. Прежде всего, МЭДЖМ, мужчина-женщина, правильно? И возрастные категории. То есть, мы, исходя из данных этой таблички, мы с тобой видим, что у мужчин и женщин, оказывается, процент жира должен быть разный. А мало того, мы, когда наблюдаем за этой табличкой, на эту табличку смотрим, то мы с тобой видим, что оказывается, что с разным возрастом должен быть разный процент. Если мы внимательно посмотрим на нее, то увидим, что какой разный. Эта табличка нам показывает, что с возрастом человек становится все жирнее и жирнее. И это нормально. По всемирным организациям здравоохранения. Почему я так говорю? Потому что, там, условно, в 30, ну, там, почти, там, в 40, там, 50 лет, у тебя, если будет, там, 39 процентов жира, то это хорошо. 34, бро. 34 процентов жира, то это нормально. А в каком-то, там, например, в 18 лет, если у тебя 34 процентов жира, то считается по этой табличке не очень хорошо. То есть, мы вот видим и говорим, как так? Как так? У нас сначала, вроде бы, когда мы на нее отбираемся, говорим, ну, вот так, да? А когда мы видим представителей таких, как Мадонна, ей 62, мы видим, у нее где-то 12-13 процентов жира. Мы видим, там, например, Менни Пакеау, 42 года, у нее, там, процентов 9-10 жира, да? Мы видим Александра Ешанькина, ему 67 лет, а мы видим, опять, там, 8-9 процентов жира, да? Ну, и можно перечислять, перечислять, перечислять. И поэтому рано или поздно встает вопрос и на конференциях, на научных, на всяких слетах наших, да, Рома, всегда встает кто-то и говорит, мы промерили, условно, фигуристок, у них 14-15 процентов жира, и это очень мало, и так не должно быть. Мы задаем вопрос, а с чего вы взяли, что 14 процентов – это мало? Они говорят, ну, как с чего? Вот вам вот табличка, вот вам вот табличка. Видите, 14 процентов так не должно быть, это называется какой-то недостаточный вес, и это плохо. Но подождите, мы еще раз задаем вопрос, это для кого табличка? Оказывается, это для 98 процентов людей на планете Земля. Кто такой 98 процентов? Это те люди, которые сидят в офисе, правильно, едят чебуреки, правильно, и, соответственно, ничего не делают. А 2 процента, ну, 2 процента в среднем, я так взял, это вот спортсмены. И у них процент жира мы видим какой-то другой. Почему другой? Что интересно, я недавно читал, значит, Мартиросова, он как раз… Ром, а что такая фонит почему-то голос какой-то откуда-то идет? Не нормально, все хорошо. Тут такое ощущение, что кто-то дублирует голос. Вот. Что интересно, недавно читал Мартиросова, как раз вот это, знаешь, книжка вот по составу тела, по-моему, так и называется, состав тела, старенькая книжечка, и Мартиросов, он в жизни профессор, по-моему, доктор геологический профессор, он как раз посвятил себя всю жизнь и вот разработке вообще изучения антропометрии человека и так далее и тому подобное. Вот я как раз, все у меня зрели, статью, и вот он стал перечислить Мартиросова. И Мартиросов упоминает, мало того, Китле, если мы помним, был такой Албет, Жакл Албет в Китле, который вот вел понятие среднего человека. И, соответственно, он говорит Мартиросову, кто такой средний человек. И он называет, это мужчина, 65 килограмм, чуть-чуть 18 лет и процент жира 12. И потом Мартиросов пишет, а это года, наверное, 70-е, какие-то еще, и он говорит, что, представляете, в буржуазных странах есть люди, у которых процент жира 25. И они так удивлены, говорят, вот, видите, буржуи до чего дошли. Ну, старенькие книжки, понимаешь, да, Рома? Да, да, да. И они говорят, блин, а обалдеть, 25% жира, как такой может быть? И я, когда вот это вот начинаешь читать, уже сейчас, когда тебе ВОЗ говорит, что у тебя должно быть 45, правильно? И когда в то время сравнивают, и говорят, до такого быть него, и тогда до тебя начинает потихонечку доходить, что тот процент жира, и что это за табличка? А это статистика людей на планете Земля. Статистика. Как должно быть? Нет. Нет. И эта статистика показывает, что если у тебя условно там 35% жира, то ты в ВОЗ будешь ходить два раза. ВОЗ это куда? В больницу. В больницу. А если у тебя будет 45% жира, то ты будешь пять раз ходить. Вот. И вот это очень важно. И мы с тобой возвращаемся к первому вопросу. Сложно было обязательно объяснить, потому что вот если я просто скажу, вот должно быть так. Но это неправильно. Так вот, мы с вами должны понимать. Мы рано или поздно должны вернуться к понятию среднего человека. Я уже не называю страшную цифру 12%, Рома. Я даже боюсь такое назвать. Я говорю, ну давайте будем называть цифру 15. Она тоже страшная. Тоже страшная. Ну страшная она вот как раз вопрос. 15% это много или мало, допустим? И я тебе говорю, но это должна быть средняя точка, средняя. И давай поставим диапазон 15, для спорта 18, а для простых фитнесеров 20. Это последняя точка рубежа, да, вот рубяков, в которую нельзя заходить. То есть до 20? До 20. Вот мы ставим с тобой условно 15-20 для фитнеса, ну а спорт это 10-15, понимаешь, да? И вот этот диапазон, мы его как бы оставляем, вот эти 10% от 10 до 20, говорим, это как раз и будет диапазон здорового, здорового и красивого тела с точки зрения жировой продукции. По поводу жира, да, минимальные значения и максимальные значения. Чем чревато, если низко, либо много? Начнем с много. Начнем с много. Так вот, когда человек заходит, я бы сказал, за 20% и потихонечку начинает уходить туда в небытие, то огромное количество заболеваний начинает у человека развиваться. На данный момент это где-то 26 хронических, там, не хронических заболеваний. Какие-то самые основные перечисления. Сахарный диабет 2-го тела. Нарушение холестериновых фракций или дислепидемии, так называемая, это инсульты, инфаркты, туда добавляется гипертония, повышенное отториальное давление, и это все собирает 65% смертности планеты Земля. Когда нам с тобой говорят, от корона вируса умирает где-то 2%, где-то 3%, где-то 13%, ВОЗ объявил эндемию ожирения уже в каком-то то ли 15-м, то ли 13-м, то ли 11-м году. Вы должны понять, как только у человека поднялось давление, то вопрос его жизни начинает измеряться минутами, часами и так далее. И на вопрос каждый раз, когда мне говорят, а какое мне масло купить, клиент задает, я говорю, Аннушка уже давно купила твое масло, и не только купила, но и сгл. Дальше можно перечислять огромное количество этих заболеваний, и псориаз, уже к ожирению привязали, и нарушение слуха, и различные боли, и проблемы с опорным глинием аппарата. Ну, то есть можно перечислять, 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 нарушение всех, значит, детородных функций, ну и так далее, тому подобное. Это вот к чему приведет игра с большим процентом уже, с маленьким процентом. И опять сложный вопрос, где все-таки эта граница. Если мы с тобой все-таки говорим о фитнесе, потому что я наблюдал спортсменок, имеется в виду бодифитнес, фитнес, при 7% жира регулярный месячный день в день никогда в жизни ни на 2 часа не опасно. Это при 7%. Ну, давайте не будем уж так страшно это просто сейчас произносить, давайте мы все-таки поставим вот эту точку, демаркационную линию, проведем там 10%. И как я говорю, 10% это вот та линия, с которой мы всегда будем уверены, что месячные будут, правильно? Всегда будем уверены, что будет хорошая работоспособность, красивое тело, ну и так далее. Поэтому всегда низкий процент жира, он даже нельзя понять, это низкий процент жира влияет там на месячный, на ломкость костей, на понижение работоспособности или низкий колораж, который ты предупределяешь. Понимаешь? Нельзя параллели провести, мне непонятно. То ли просто потребляешь ты мало, или жир низкий дает тебе такой. Нельзя как-то высадить, да, вот что в конкретности. Потому что у тебя зачастую низкий процент жира, из-за чего? Потому что у тебя мало потребление. А мало потребления у тебя всегда организм начинает рассуждать так, особенно касаемо женщин. каким образом ты выносишь ребенка, когда у тебя нет еды. Правильно? Каким образом? Каким образом ты воспитаешь ребенка, когда у тебя нет еды. И что делает? Отрубает просто детородную функцию. Есть хорошие графики. Это война там сорок первого, сорок второго, там есть куча и вот показано, как только еда падает за обмен детородная функция, то есть рождение в этой стране полностью превращается. И вот эти графики как раз там собой показывают. То есть месячные детородные функции это всегда прежде всего калораж, а потом уже соответственно все остальное. Ну, смотрите, я понимаю, это для женщин, а для мужчин чем чревато, если снижение жира тоже какие-то там функции могут не работать, там детородные или как. Это про женщин, я про женщин сейчас и говорю. Это про женщин, да, а вот про мужчин, вот если мы с мужчинами. А с мужчинами все то же самое произойдет, полностью прекратится там ну, плодотворная то есть спецперма не сможет облудотворять, ну и так далее. Все то же самое, потому что ну как ты будешь рожать, давать детей, когда нет еды вообще, да, то есть в принципе. Но с мужчиной попроще, Ром. С мужчиной попроще, мужчина должен, ты там знаешь, он быстро должен выскочить, облудотворить и умереть. Динозавры его съесть. Поэтому у мужчины всегда над ним природа, так не задумывается очень сильно. Мужчина выскочил, облудотворил и умер. Все, его задача очень короткая. Поэтому тут вот сперма намного устойчивее с точки зрения понятия голода. Ему не выносит ребенка, какая ему разница? Ну, вот жировая ткань, она же играет еще, соответственно, гормональные изменения в организме и увеличение или понижение, то есть же это гормональные какие-то всплески и изменения влечет за собой, правильно? Ром, тут не совсем понятно. Непонятно почему, потому что всегда, когда мы с тобой встречаем вот эти сообщения, то нам говорят, что половые гормоны получаются из-за, синтезируются из-за, и вот тут мы с тобой ставим точку. Ставим точку. Мы ставим из-за чего? И мы часто слышим из жира. Это неправда. Если ты посмотришь образование половых гормонов, они образуются из холестерина. Жира там нет. Поэтому часто подменяются понятия холестерина и часто подменяются понятия жира. Очень часто жир идет с холестерином. Ну, понимаешь, да? Ты ешь жирное, а у тебя там холестерин. Но это разные понятия. Мы с вами понимаем, мы можем вообще не есть холестерина, и печень нам будет продюцировать холестерин один грамм в структуру. Будут у нас половые гормоны? Конечно. Конечно. Мы можем вообще не есть холестерин, и организм будет продюцировать два грамма холестерина, если надо. Поэтому связь, но связь очень понятная. Почему? Потому что люди замечают, когда ты прекращаешь есть, у тебя детородная функция падает, половые гормоны прекращают выделяться. И они говорят, ты видишь, я не ем, то есть жир не ем, да, обычно жир не ем. И у меня, говорят, нет детей. И значит, жир влияет на мои половые гормоны. Не жир, а холестерин. Ну, это разные вещи. А холестерин, ты помнишь, выделяется у нас печени. Вот вопрос по поводу снижения, да, реально ли снизить жировую массу и сохранить мышечную, не теряя работоспособность? Это я так понимаю, например, вот мы берем борцов, которые там, например, у них есть самая категория, есть, да, боксеров, ну, и там и другие виды спорта. Ну, понятно, понятно. Да, и есть вот кто, вот два вида снижения, вот как, да, вы это, наверное, тоже, соответственно, знаете, это кто-то сушится, просто воду сгоняет, а кто-то, соответственно, диеты передерживаются и снижает им нормальную жировую подкожную там, ну, массу, да? И вот реально ли снизить жировую массу, там, может быть, там, за короткий промежуток времени, если там, например, это соревнование, либо просто человек хочет хорошо выглядеть, сохранить мышечную массу, да, не потерять ее в большом объеме Ну, это задает сложнейшую тему, которую мы в свое время, буквально там, год или два назад в Россию приезжал, ты помнишь, было свое заседание, вот это Performance Institute MMA, и в Москве, как раз, когда было большое шоу и собиралось, делали пресс-конференцию, значит, Performance Institute, американский институт подготовки бойцов и НУМА. И, естественно, то, что, вот твой вопрос, он, он везде задается, везде задается, потому что стоит вопрос, как правильно гонять вес? И директор института, большущий наш друг, как тебя зовут, ты помнишь, Роман? Фомин. Да, кандидат биологических наук, Роман Фомин, отвечал на этот вопрос. Ну, то есть, давай, еще раз я воссоздам его, то есть, условно, ты встаешь и говоришь, Роман, скажите, пожалуйста, как гонять вес? Он говорит, ребята, давайте я вообще не буду на эту тему отвечать. Потому что, он говорит, потому что мы вот, как бы, флаг науки, ММА, да, мы флаг науки, а все, что связано с гонкой веса, это антинаука. Он говорит, это антинаука. Кроме как фарта, кроме как, у меня был знакомый тренер, я всегда пример его привожу. Он готовил очень известного великого чемпиона, и когда уже у этого чемпиона закончилась карьера, мне тренер его, да, как-то за чашечкой чая говорил, говорит, Александр Борисович, сколько бы я не издевался над этим спортсменом, каких ужасов только я не делал, он все равно выиграл. Понимаешь? То есть, есть генетически одаренные люди, ты делаешь ну вот такие вещи, которые просто вот я бы умер прям страшно на месте. Ты поможешь там через два часа а он встает и выигрывает. А ему пофигу. Понимаешь? И Василий Васильевич мне все время тоже, когда он отвечает каждый раз на этот вопрос, он, кстати, присутствует, он говорит, это целое искусство худения. Это антинаука полнополнее. Но ты сам понимаешь, можно ли похудеть? Нельзя. Ты сам знаешь, один грамм жира девять килокалорий. Ты посчитай, какие затраты, чтобы скинуть эти два-три килограмма, тебе надо двадцать лет. Правильно? Ну, условно там, четыре месяца. На своей тренировке тысяч килокалорий раздели, и то, ты знаешь, половина воды, половина этого, половина того идет. И в общем, жиром в результате ушло 30 грамм за тренировку. Ну, понимаешь, да? Поэтому ты прав, ты прав сказал. Таким же образом они просто не разбираются ни в чем. Они это кто, Васильич? Они это кто? Да. А Хабиб им расскажет. Вот. Ну, вот согласен. Хабиб расскажет. Вот. И поэтому это все вот на уровне, ты знаешь, рассказы Хабиба, рассказы дяди Вани там, Иванова, да, дяди Пети, вот, да, обвернись, потом 30 литров воды выпей, да, значит, помашь себе под поддорожник, прилепи там, а, ученые, 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 все. Знают Роман Иссель Васильевич, также ученые великие, тоже не знают, как с этим быть. Что же я уже почему-то не могу ответить. Все нормально, да? Да. Вот ответ на это. У меня нет на это ответа, ребята, но и никого нет на ответа. И даже мы смотрим научную периодику, там каждый раз, опять же, рассказывают, это антинаука, начинают смотреть, соли уходят, мышцы уходят, да, это уходит, а он раз, выходит и выходит. Ну, вот. Ну, что ли? По поводу отмышенной массы, да, вопрос, вот как раз, если, ну, понятно, антинаука, это неправильно, ну, я как бы, вопрос, вот мышечная масса начинается разрушаться при каком проценте жира, то есть, опасаться стоит этого? Роман, не при проценте жира. Скорее всего, процент жира здесь не при чем, а колорад употребляет, или затрачивает, ну, в принципе, это одно и то же. Есть понятие, такое, доступная энергия. И вот есть понятие, что такое доступная энергия. Это количество энергии, которую ты употребляешь, минус количество энергии, которую ты тратишь на тренировке, и деленное на обезжиренную массу тела. И если у тебя должно быть 30, и более миллион калорий, а если у тебя не меньше 30, то у тебя мышечная масса и работоспособность, и куча проблем со здоровьем начинает, вот, мышцы начинают падать, а проблемы со здоровьем и падение работоспособности падает, а проблем со здоровьем у тебя улетают. Тут Василий Васильевич вспоминает старико Эммануила Канта. Посмотри внимательно, он приводит очень хорошую синтезию. Эммануил Кант сказал, да, он сказал, если теория не совпадает с практикой, то мало теории. Мы согласны, мы согласны, с точки зрения похудения, ну, то есть, сгонки веса, очень мало покатил и сгонки веса. Надо наблюдать, надо собирать, надо делать РКИ и так далее. Как часто в году можно снижать там процент жира? Так, ну, если я дальше сяду, ну, и что, так лучше? Особо нет. Ну, так вроде нормально тоже. Вот вопрос, как часто в году можно снижать процент жировой массы? Так, как часто в году можно снижать процент жировой массы? Ну, тут вопрос обширный, Ром, вопрос обширный. Первое, уточняющее, что значит снижать? Да? А то, послушай, я условно был 40% жира, а стал 39%. Ну, понимаешь, да? Ну, да. Я снижал, снижал. Сколько раз я в году могу так снижать? Ну, желательно бы все 12 месяцев я бы по проценту терял. Существует даже цифра, которая нам сообщает ИС, Американская Ассоциация спортивных наук, и мы, на практике, на практике я вот полностью подтверждаю, существует правило правильного похудения. Это 1% жира в месяц. То есть, у тебя было 39%, стало 39%. Это считается, по-моему, правильное похудение. Среднее похудение, это вот 0,5% и вот до единички. И плохое похудение считается меньше 0,5% в месяц. Логичный вопрос, который направлен. А можно было? И вот тут как раз вопрос, почему же это фонит? Я тебе не могу понять. Что же такое? Ну, может, поближе. С гарнитурой точно будет лучше. Ну, это на будущее, если... Нет, она, честно, у меня есть гарнитур, могу одеть. Ну, так хорошо. Так хорошо. Вот так вроде бы, да? Да. Может быть, рядом с компьютером. Вот. И, в общем, возникает логичный вопрос. А можно ли больше? И ответ, Ром, можно, но что это за точка 1% жира? А это точка, с которой утилизация мышц начинается в геометрической прогрессии. Понимаешь, да? То есть, когда у тебя 1% жира в месяц, ты спокойно спишь и говоришь, скорее всего, мышцы в порядке. А когда ты видишь 2% жира, 3% жира, ты понимаешь, что там уже пошли и мышцы. Машу тебе ручкой вот так. Поэтому, сколько, возвращаясь к твоему вопросу, сколько в месяц нам нужно терять жира? Первое, кому? Если ты говоришь фитнесеру, толстому, дядечке, желательно бы это делать 12 месяцев, годов. По процентику бум, бум, от пуза отнимать. Если ты говоришь о спортсменах, опять, какой процент жира у спортсменов? Ему надо находиться в диапазоне, как мы сказали, 10-15%. Если он там находится, то зачем ему терять? Логично. В межсезонье, например, он случайно в плюс. В межсезонье он стал 15, правильно? А в период соревнований я тебе, например, про футболистов. Мы с Василием Васильевичем часто меряем футбол. Допустим, 15 у него в межсезонье, а как начинать соревнования, у него 11-10. Вот и все. Поэтому, как ему часто надо, как требует ему выступление, так он быстренько приходит, эти 3% теряет, 4% и, соответственно, будет все. Можно ли снизить процент жира без физической нагрузки? Можно ли? Ну, конечно. Мы с Вами должны понимать. Всегда снижение процента жира это отрицательная калорийность. То есть, мы должны потреблять немножко меньше, чем... Каким образом мы этот дефицит можем создать? Двумя вещами, либо тренировкой. Правильно? Потому что что такое тренировка? Это один из способов сделать, потратить. Один из способов потратить. Либо недоесть. Правильно? Чуть поменьше поесть. И тут возникает вопрос, а кому как удобно? Правильно? А ты говоришь, я люблю тренироваться, потому что тренировка мне даст еще мышцы, тренировка мне даст работать сердечно-сосудистой системой, улучшения. Правильно? Тренировка, может быть, кому-то даст настроение, а другой человек мне скажет, тренировка займет у меня ужасное время, моя секунда стоит 2 миллиона долларов. Правильно? Тренировка, я ненавижу пот, когда в глаза меня режет пот глаза, да, и болит у меня потом все мышцы, дискомфорт, и вообще я ненавижу тренироваться. Да? И помнишь, как в свое время американский президент сказал, я, говорит, всю жизнь обязана физической подготовке тренировки, потому что я ни разу в жизни ей не занимаюсь. Правильно? Вот он. Поэтому тут зависимости кому. Одни говорят, я буду есть по чуть-чуть, а другие говорят, я буду есть чуть-чуть побольше, но побольше тренировки. Поэтому кто кому как-то тренировка. Но отсюда вопрос как раз уже появляется, да, есть ли какие-то диеты для снижения жировой массы и удержания мышечной массы? Все, все диеты, сейчас давай сначала начнем с снижения жировой массы. Все диеты, а что такое диета? Это отрицательная клава. Как сделать так, чтобы ты поел, ты поменьше? Поэтому все диеты способны как набрать жир и все диеты способны как потерять жир? потому что жир это всегда калорийность. Понятно? А вот сохранить мышечную массу сохранить мышечную массу, ну, наверное, так же могут все диеты. Просто одни могут быть какие-то получше, другие какие-то похуже, но в целом я думаю, что эффект будет один и тот же. Ну, я думаю, стоит обращаться к тем диетам, которые хотя бы испытаны уже на ком-то, то есть, ну, доказательную базу. Ну, конечно, конечно. Конечно, этих диет достаточно много, на данный момент на рынке существует более тысячи диет. Более тысячи. Ну, из них популярных мы возьмем там 30-40 диет, которые, ну, вот они более-менее хоть и в литературе встречаются, да, и более-менее изучают их, их можно уже, соответственно, хоть как-то рекомендовать на какую-то базу операции. Вот попал диет, да, как раз, если мы говорим про наращивание мышечной массы либо удержание, сколько белка нужно кушать, то есть, чтобы сохранить мышечную массу, удержать и нарастить, если надо? Тут вопрос тоже сложный. Вопрос сложный, потому что мы с вами должны понимать, гипертрофия всегда любит плюс. Гипертрофия всегда любит плюс, и тут даже не сколько дело в белке, сколько в калорийности. Поэтому мы можем условно взять яркий вам пример. Мы с вами берем, например, кремлевскую диету. Берем кремлевскую диету, где там должно быть практически один белок. Или безублеводку, где чьи-то белковые. Не как кето, кето тоже можно обратить внимание, как разновидность. Но берем с тобой непосредственно кремлевскую или безублеводку, белковую безублеводку. Ну, когда ты начнешь наблюдать за этой белковой безублеводкой, ты увидишь, что мышцы тебе вот машут рукой. Яркий пример подготовка, сушка бодибилдера на передцельном и мышцы вот так ручку мажут. Вот тебе пример белка процентов 40, а то или 50, то 4 грамма на килограмм. И ты должен сказать, ест белок всему голова. Правильно? Человек качается, качается, белка ест 4 грамма на килограмм веса. Отлично. А плюс использует еще всякие запрещенные вещи. А мышцы вот так рукой почему? Потому что нет калорий. И Шонфилл как раз опубликовал в 20-м году буквально недавно табличку. Дай хотя бы 250 калорий света. Хочешь мышц? Дай калорий света. Новичку 500, продвинутому 250 хотя бы. И нету никакого белка. Нету белка здесь, понимаешь? Так бы он сказал, ребят, не партись вообще ничего, не партись, калорий не считайте, отдайте условно 5 грамм на килограмм. Правильно, Ром? Угу. И все, мышцы сохранились. Ну, нет, нет, сколько ты белка не давал, тебе вот так вот ручки. Да? по поводу наращивания мышечной массы, да? Ну, мы говорим, если про спорт, это отдельная история, там, получается, все происходит очень быстро, да, люди стараются по максимально использовать для этого все средства, и в фитнесе это одна история. И вот вопрос, за какое безопасное время можно нарастить мышечную массу? А безопасное, это что за слово? Ну, знаете, вот бывает, получается, мышцы же растут, вот говорят, там, например, капилляры не успеют там прорастать, да, растяжки появляются на коже, то есть мышцы вроде как бы неизвестны, то есть он либо воды набрал, либо он там увеличивал там именно количество волокон. Ну, смотри, но тут слово ты слишком преувеличивал безопасное, да, потому что безопасность это только для растяг. Вот. А так, ну, что безопасно, ничего опасного нет, когда человек набирает мышечную массу. Если ты, если мы с тобой начнем рассматривать понятие гипертрофии, ты знаешь, что гипертрофия всегда может быть сопровождаться тремя, да, тремя гипертрофиями. Это прежде всего саркопризматическая гипертрофия, о которой ты сказал. Это у нас с тобой миофибриллярная гипертрофия, как раз все хотят так называемые истинные, как бодибилдеры это говорят. И гипертрофия соединительной ткани. Каждый раз, когда ты меряешь, берешь сантиметровые ленты, да, и был у тебя 38, бицепс стал 39. Ты говоришь, я нарастил бицепс на 1 сантиметр. Мы с тобой понятия не имеем. Правильно? Мы с тобой то ли там водички прибавилось, то ли там какое-то у тебя, не знаю, желе прибавилось, чего-то, да, то ли у тебя миофибрилы нарастли. А может быть у тебя соединительная ткань? Ты говоришь, да, пока мне разница была, да, было 38 столбиков. За сколько это? И опять ты сам знаешь, вот ты берешь, подходишь, пришел на тренировку, сделал пампик, да, и ровно через 15 минут у тебя плюс сантиметр. И вот ты ровно гипертрофировал мышцу свою за 15 минут. Безопасно это? Да, конечно, безопасно. Чего тут опасно? Да? Ровно на сантиметр у тебя прибавилось. Какая это гипертрофия? Старо всего это саркоплазматическое или просто накаянное. Ну, какая разница? Да, какая гипертрофия? Прикольно, прикольно. Это ровно это хватит тебе, чтобы сфоткаться, да, в инстаграме. Ну, правильно, любимое послать. Или все. Теперь мы с тобой говорим о миофибриллярной гипертрофии и, может быть, туда заходит наша подушечка. Ну, как все поговаривают, скорее всего она от 12 дней и туда дальше, дальше, дальше уходит. хорошая работа в 19-м году выходит, они говорят, что невозможно миофибриллярной гипертрофии, невозможно без саркоплазматической. То есть сначала получается саркоплазматическая гипертрофия, а за ней потом идет несколько лет. с точки зрения никакой разницы. Мы понимаем, что истинная гипертрофия скорее всего туда, да, за 12, там 14, это 20 и скорее всего к концу месяца у тебя более-менее что-то правильно наросло. Что никто не знает. Ну, вот по поводу набора мышечной массы, да, почему еще безопасная, то есть если, например, мы говорим, что человек работает там с большими весами и может быть там работает, например, там использует какие-то там препараты и так далее, мышечная масса у него растет, а опорно-двигательные аппараты связки, они, конечно, могут не успеть, да, замыщенные. И тут может быть, наверное, травма. Это другая сторона медали однозначно. И те люди, которые вот как раз не за чистый спорт, они часто сталкиваются с такими травмами. Когда мышцы опережают связки, опытный спортсмен это знает и никогда не лезет туда не надо, а неопытные зачастую заканчивают отрывом чего-то или хотя бы микро-правмами. Тут какой совет? Какой совет? Совет один, Ром. У тебя должен быть тренер. Правильно? Ну, совет один. доверься специалистам. И вот если над тобой есть тренер, он все эти вещи знает. И он будет тебя ограждать, не допускать тебя до лишних весов, когда сила у тебя начинает опережать немножко твоей связи, с тобой связочную пора. Если у тебя нет тренера, тогда у тебя план Б самому изучать это, самому изучать, ходить на курсы, читать какую-то физиологию, что-то слушать, приходить на фильмы какие-то. Это уже номер G. Но, как всегда, молодежь, ты знаешь, пока через себя не тренируется 15 раз сними, опыты не готовы прибыли. Тут своего ума не дашь никому. По поводу дефицит калорий, да, и тот, кто, в принципе, может быть, не следит за рационом питания, и, так скажем, в кавычках, ни в чем себе не отказывает. Есть ли какие-то исследования, может быть, кто долго живет? Ребят, долго живет однозначно человек с низким процентом жира. И очень коротко, даже, помнишь, пословица такая есть, но это про гипертоников и гипотоников, но гипертоник всегда в основном в 99% имеет лишнюю жировую массу. И всегда была такая пословица, гипертоник, говорит, живет радостно, но коротко, а гипотоник живет долго, да, но несчастливо, да, он каждый раз пит, блин, у него плохое настроение и так далее. Я, может, всегда говорю, толстяк, он добрый, веселый и так далее. А почему? Почему так? Ну, потому что на голоде некому веселиться. У нас даже у нутрициологов, персональных тренеров, вот каждый раз смотришь врачей, да, они там рассказывают, как узнать, что клиент переедает. Врачи, да, слушаешь их, не стремишь. Или лекции какие-то, нужно сдать гликированный гимноглопин. господи, может быть, что за тренеру спросить, как тренера, вот тренеру задаю вопрос, тренер, а как узнать, что клиент переедает? Да два слова спросить, да, ну, как там, жизнь у тебя, как, если клиент вот так разговаривает, да, плохая, как он переедает, алкетозе, да, и на это, как говорится, ничего он не переедает. А когда он тебе, ну, как жизнь у тебя, все понятно, все понятно, правильно, Роб? Да. Ой, он сахар уже в ведра 3 съел, правильно? Вот вам легкий тест, вам легкий тест. Ребят, кто находится в минусе, не веселится, не веселится, понимаете? Потому что организм миллионы лет голодал. Он, когда видит минус, организм говорит, ну, капец, аларм, понимаете? Аларм, какое веселье, какое вам веселье. Ну, я могу по детям сказать своим, без сахара все это, все. Ну, ну, все, у тебя организм миллион лет голодал. Он говорит, Ром, ты говоришь, сахара нет, организм не знает, сахар нет, сахар нет, нет энергии. Правильно? Нет энергии, он говорит, Рома, начался, организм, начался взволок. Нужно думать, где жрачку брать, а не ржать. Понимаете? А не ржать. Вот это вот важно. Вот по поводу, кстати, вот голода, да, у меня вот вопрос. Голод полезен, и как часто можно его практиковать? Ребят, голод полезен, очень полезен, потому что он делает одно, он убирает лишние килограммы жировых. Потому что, как только, как мы сегодня в самом начале сказали, заходит за точку невозврата, у вас начинается так называемый адипокинез. Что это такое? Огромное количество гормонов выделяется с одной задачи. Какой? Каким-то образом убрать этот жир? Каким-то образом запустить липолиз? Потому что липолиз ужасно инсулино-зависим. Когда высокий инсулин, ноль липолиза. А что такое липолиз? Выброс жира из ПЖТ, подходит жировой. Но когда у вас здоровая, здоровая жировая ткань большая, у вас инсулин зашкаливает в терапии. И значит, очиститься жировая ткань не может. И тогда она запускает очень опасный путь, который называется адипокинез. И эти гормоны начинают ломать все. Весь метаболизм, как называемый. И сейчас сегодня мы увидели нашего учителя Василиса Васильевича, Василиса Васильевича слушает. Он называл это гомеостазис. Понимаете? Он начинает ломать гомеостазис. Так вот, ребят, самое важное, что мы с вами должны сделать, это на голоде мы с тобой спасаем жировую ткань. Мы ее с вами уменьшаем. Она приходит в норму. Начинает работать нормальный липолиз. Нормальный. как у нормального человека. Организм оживает и, соответственно, у вас все хорошо, настроение повышается и так далее. Вот как бы ответил, я думаю, на этот вопрос. Ну, я так понимаю, там еще не помню исследование вроде было, что при голоде повышается якобы там гормон роста, да, или нет? Гормон роста вроде повышается при голоде, да, есть такая история, нет? Нет, ну, ребят, смотрите, повышаются все гормоны при голоде, которые требуют чего? Катаболизма жировой ткани. А это, если вы возьмете, как он называется, адипоцит, и посмотрите, какие есть на адипоците рецепторы, вы посмотрите, это гормоны роста, это кортизол, это двум так называемым натриуретическим пеппидам, что-то еще, 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 и к адреналинам, естественно, к адреналинам. Вот вам все, что нужно для того, чтобы запустить этот так называемый липот. Вот отсюда вопрос сразу напрашивается, у меня как раз тоже идет по порядку, тренироваться лучше на голодный желудок, например, утренняя тренировка? Тренироваться на голодный желудок. Ром, а тут, посмотри, в зависимости от, что будет дальше. Ну, вот давай с тобой несколько моделей разберем. Первое, я пришел на голодный желудок. Да, у меня липолис повышен, я протренировался и пробежал на дорожке наконец-то 100 килокалорий. Поделим на 9 килокалорий, в результате вот этой твоей манипуляции я потратил 10 грамм жира. Понимаешь, да? 10 грамм жира. Потом, после этой тренировки аппетит у меня поднялся, так как 8 часов я не ел, спал, правильно? Утром натощил, еще потом ходил, бродил, потом еще час тренировался, и того 12 часов я не ел, у меня аппетит просто гигантский. И я вместо 10 грамм жира съел 50 грамм жира. Ну, и вопрос, ты зачем издевался над собой? Ты издевался зачем? Не ел 12 часов, правильно? мучился? Ребят, вы должны понимать, что если мы с вами, если мы с вами пытаемся создать какие-то протоколы, тренировок, чтобы жир горел или ухотил, но я бы, я вам сразу рекомендую, не занимайтесь ерунгой. Сделайте просто задачу, чтобы у вас в конце месяца был отрицательный колораж с точки зрения условного вы там перемножили, получили какой-то там 40 тысяч килокалов. Хотите похудеть? 38. Понимаете? Каким образом не парят? Сделайте так, чтобы у вас была небольшая задолженность. Сколько? 150-200 килокалов в день. И вы начнете худеть. За счет чего вы будете, какими приемами использоваться? Ну, это как бы ваш уже, как вам нравится. Поэтому все вот эти рассказы, Рома, еще раз возвращаюсь. Я с утра натощак, не натощак, это только с точки зрения, знаешь, ну вот, если тебе это нравится. Есть люди, они, я их называю садомасы, как вот ЛГБТ, садомасы. Они любят над собой издеваться. То есть, если вот они сколько-то не поиздевались над собой, у них вот плохой настроение. Ну, нравится, значит, ну что ж, вы издеваетесь над собой 12 часов. А вот что касается тренировки утренней на голодный желудок, это, ну, в принципе, если тренироваться на голодный желудок, то ничего не подпирает, ну, с одной стороны, легче. С другой стороны, если ты ночью не наел, там, да, то тебе тяжелее тренироваться, потому что у тебя по галикогену там может быть провал, правильно? Ром, я тебе просто скажу, что настолько люди все индивидуальны, я, например, сейчас веду клиенту, она, если она с утра не поест, она не может тренироваться, просто не может. поэтому ты сейчас свой, свой, да, себя переносишь на всех, нельзя так делать. Огромное количество людей прекрасно утром тренируются и столько же людей не могут на голодный желудок вообще. Поэтому не надо так переносить. А вот с точки зрения жиросжигания, если мы говорим, мы на голодный желудок тренируемся, то у нас, соответственно, тратится энергия из жиров, то есть у нас липолиз идет, правильно? Абсолютно, абсолютно, чучечка, естественно, будет лучше тратиться, но стоит вопрос, какая калорийность в тренировке такой, ты сколько по тратике? И ты берешь с утра 200 калорий, но тебе говорят, ну ты что смеешь? Ну ради этого ты будешь голодать, вот, да? Если мы с тобой берем тренировку спортивную, она по тысяче не уходит, полторы тысячи килокалорий, две тысячи килокалорий, вот тогда мы говорим, вот это интересно, вот это интересно. Примерно, да? Да, у меня вопросы закончились, как раз осталось 10 минут, и тогда зачитаем вопросы, то, что нам написали тогда, да? Так, вот, значит, пишет, у меня вопрос возник после одной из лекций ВВ. Как известно, избыток жира идет в жир. ВВ упомянул про скорость усвоения жиров. Вопрос, тогда какая часть жиров может пройти транзитом? ВВ вам упомянул всасывающий жир. ВВ вам упомянул 14 граммов в час. Все, что сверху, пойдет у вас транзитом, транзит вы имеете в виду в туалет, пойдет в туалет, если про этот транзит вы имеете в виду. Ребят, ну вы же цифру-то слышали, 14 граммов в час. Вот пересчитайте, сколько вы съели. 40, значит, минус 14. 14 всосется, а остальное пойдет, как говорится, в нужник. Раньше так называли. Это у Пелегина недавно. Вот тут пишет, Александр Борисович, что все-таки с усвоенностью белка после неогликогенеза? Неогликогенеза, да, глюкогенеза. Белки идут в жир после гликогенеза? Ну а куда же они идут? У тебя сахар же? Ребят, еще раз. Вопрос ужасный, не грамм. Ужасный. Потому что на него вам тысячу вопросов я задаю. У кого идут в жир? У кого? Есть спортсмен, который пробежал 2000 килокалорий потратить? Они куда идут у этого спортсмена? Правильно, Роберт? Ну куда идут у этого спортсмена, который, извините, с 6000 килокалорий засадил сейчас на олимпийской трассе в триатлоне? Они в биатлоне. Куда они идут? Ну как можно такой вопрос задавать? Ребята, ну вы когда учиться начали? Ну, у кого идут? В жир? Это, а, они уйдут у Ванечки, который в носу уковырялся. Ну а куда они идут-то? Правильно? Когда он в носу уковырялся, ну ноль, ноль затрат. Ноль. Поэтому, ребят, начинайте учиться. Начинайте учиться. Мы же вас зовем каждый раз, говорим, давайте учиться, давайте учиться. Потом вот такие вопросы. Куда пойдут белки? Какие белки? Кому пойдут? Ребят, начните учиться. Что же вы творите? А потом их до людей допускают. Роб. Представляешь? Они говорят, ну мы же это, мы же книжку-то читали какую-то там Ваню Жабину. Да здравствует фитнес. Тут вот вопрос. Александр Борисович, а правда, что для того, чтобы набирать мышечную массу, нужно сначала похудеть, если процент жира больше 20 у мужчин? Нет, ну неправда, неправда. Ребята, процессы одинаковые всегда происходят. Я тысячу раз на лекции вам и тысячу раз на этих показываю. При грамотном 150-200 килокалорий задолженности всегда мышцы остаются, жир, или мышцы даже растят, я вам тысячу раз показывал биомпедансы наши. Вот, что мышцы чуть-чуть вверх, жир чуть-чуть вниз. Поэтому не надо вот это бодибидерно придумывать. Я всегда смеюсь, вот в последний раз вы видели у Дениса, я говорю, ну смешная история. На массонаборе мы набираем мышцы и жир, а на сушке мы теряем мышцы и жир. Я говорю, Денис, мне не смешно. Он такой, ну смешно, ну, говорит, ну а как по-другому-то? А по-другому понятно, никак. Как по-другому? Надо целый год худеть по-другому, правильно? Целый год потихонечку вымерять до миллиграмм. Вот, был наш друг и большой, большой профессионал назывался Миша Дьякова, который умер на днях. Ну, вот. Ну, вы посмотрите, Миша целый год был в форме одинаковый, целый год. Потому что я с Мишей ходил, а у него до миллиграммчика все вымерялось в баночки, в таблеточки, в бедеточки. Круглый год. Ну, это ж тяжело. Ну, это ж тяжело. И поэтому Миша был круглый год в форме, и когда ему надо было готовиться, он чуть-чуть прометал, и вот он уже в беде ушел. Ну, это ж тяжело. Понимаете? Обожрался два месяца, а потом два месяца ничего урезал. И пошел на пудем, и потом падаешь, тебя на скорую будет. Ребят, ну, как выбирают? Вот пишут, что важнее для сохранения мышечной массы на диете, нагрузки или потребления белка? Еще раз, что? Что важнее для сохранения мышечной массы на диете, нагрузки или потребления белка? Ребят, так вот, не совсем тоже правильно сказать. И то, и то, и то, но несколько вариантов давайте разберемся, что это. Значит, смотрите, ну, представьте, я буду лежать на диване и потреблять 4 грамма белка. У меня будет бицепс, нет? Правильно, Рома? Ну, не будет. Если я буду качаться и не съем ни сколько белка, у меня будет бицепс. И вот тут у нас наш друг с вами Андрей Антонов это показывал. Он на голодовке делал жимштанги лежа и замерял грудную и грудная не ушла. Понимаешь, да? То есть, конечно, первично. И тут как рассуждает организм, Рома? Посмотрите, как он рассуждает. Каждое утро на тебя падает плита. Правильно? Что сделает организм, а ты не ешь, у тебя нет еды. Какую мышцу он тебе уберет в самый последний общий? Какую? Пятку или грудную? Ну, конечно, пятку. Правильно? Он из пятки возьмет аминогол и засунет тебе грудную. Почему? Потому что каждое утро падает плита. Конечно, не знаешь, что ты ку-ку войдите и ты жмешь штангул. Он думает на тебя падает плита и это жизненно важно, что ты каждый раз спасаешь себя от падающей плиты. Понимаешь, да? И организм говорит, в самую последнюю очередь мы заберем оттуда аминокислоты, глюканергинист. Мы будем из пятки брать, из уха брать, щеки брать, ты будешь тут худеть, тут худеть, пятку у тебя похудеет. Почка в конце заберется, а грудь будет держаться. Поэтому что первичнее, и что Виктор Николаевич наш учитель говорил, конечно же, активный мотонерв. Поэтому чтобы пятушка росла, надо качаться. Но мы сейчас об экстремальных вещах говорим, а когда говорим о нормальных вещах, нужно нормальное количество белка давать, хотя бы 1,2 грамма на килограмм веса, и обязательно качаться. Как качаться, проходите в лице, Василия Васильевич вопроска, как это делать, а мы внутри полки расскажем, как нужно питаться, и соответственно, чтобы пятушка в отбор и деньги были. Правильно? как-то да-да-да-да. Все, у нас уже время к концу подходит, просто сейчас скоро эфир отрубится. Александр Борисович, вам огромное спасибо, большие ответы. Думаю, что люди услышали то, что они хотели услышать, а может многие услышали то, что они хотели. Спасибо вам большое, я эфир сохраню, на вас укажу. Спасибо, что приняли участие. Все, пока-пока, да пребудет с вами сила.